всем привет с вами серж проект soulfinder и сегодня на студии коробочка сабрины и anesco это вторые ее именные кроссовки этот логотипчик не кстати напоминает первую букву журнала слэм и сабрина 2 хотелось бы сказать конечно что рубрика вам кросса нам контент но жадный дядя серёжа сказал что нет я пожалуй куплю себе пару сам сэкономлю на доставке сам оплачу ее из одного кармана а деньги за кроссовки положу из другого и вот настолько выгодную сделку я провернул купил себе пару быстрый экспресс доставкой заказал да у нас сейчас есть опция быстрой доставки она для рубрики вам кросса нам контент стоит всего 1000 рублей от 5 до 10 дней до москвы а для обычных покупателей она на тысячу дороже обычной ставки и сабрины мы не приехали лично мне потому что мне очень нравится первая версия и первые сабрины я уже их показывал мы уже их тестировали кирилл их тестировал я с удовольствием ношу и таска их тренажерный зал поэтому они выглядят достаточно неплохо практически не поношенные но за это время практически за год у меня уже сложилось свое впечатление об этих кроссовках и об игровых характеристиках данной пары если кому-то любопытно мое мнение чуть позже я еще поведаю сейчас хожу раз хочу рассказать вот о чем это первые кроссовки сабрины и онеску это не первые женские баскетбольные кроссовки это не первые женские баскетбольные найки это вообще не первые кроссовки чего-либо кроме сабрины если где-то кто-то вам скажет что это первые женские кроссовки вы можете смело говорить у вас не хватает квалификации для того чтобы рассказывать какую-то информацию нам я сейчас покажу книжку soul provider этой книжке уже 20 лет я ее уже во многих видео показывал и сейчас я снова возвращаюсь это наша база это история и у нас на 143 странице разворот 1 женские баскетбольные кроссовки смотрим здесь год 96 шерил субс шерил субс получает свою именную модель здесь у нас есть великолепный архив календарь и мы сейчас переходим в 96-му году свупс шерил субс получает сразу две модели в один календарный год после этого мы уже видим кроссовки лизы лесли в девяносто восьмом году после этого мы видим кроссовки кроссовки которые вышли вместе с шокс bb4 в двухтысячном году это миг чемик холдскло и сейчас вот здесь появится информация это пост который мы опубликовали еще в апреле этого года здесь подборка всех женских баскетбольных моделей это даяна таурази чемик холдскло шерил субс кендейс паркер ну конечно есть там и новые представители долдоны которые пару лет назад вышли но мы уже не говорили они в общем-то уже влились но это вообще не вторые женские баскетбольные кроссовки это не первые женские баскетбольные кроссовки если вам кто-то после этой фразы начинает рассказать что другое сомневаясь в первой фразе можно подумать что и все следующие последующие фразы тоже будут неверны и так я троллинг закончил сейчас мы поговорим о том как бренд найки вообще не стесняясь копирует коби и продает их нам дешевле без имени и все такое это конечно же не сложно мы начали этот разговор на первых сабринах потому что они действительно похожи на коби 5 они смахивают на коби 5 а вторые вообще-то практически не отличаются от коби 5 и вот тому доказательство кто-то сделал такой красивый photoshop сравнил в одинаковых расцветках и вот тут уже легко потеряться и так я просто покажу как эти кроссовки выглядят рядом совместный так сказать сет конечно же сравнивать их бессмысленно потому что они разные в деталях но по сути своей они очень похожи потому что они берут начало от линейки коби ну в частности коби 5 скорее всего но делают поправки различного рода для девочки сабрина хоть и метр восемьдесят хоть и обладатель множества рекордов но на все равно девочка женский баскетбол немного другой он отличается от мужского и нагрузки там все же совсем иные поэтому база этих кроссовок она упрощенная скажем так давайте чуть детальнее пройдемся по корпусу по строению а потом поговорим уже об их технических характеристиках приблизительных на вскидку о моих ощущениях от прошлогодней пары а также я хочу высказаться на тему вообще женского баскета общемирового ну с опорой конечно на женском бей и так что у нас по строению вы можете переливающийся сатин увидеть но нет это очень плотная синтетическая вязка и носовая часть имеет вот такие вот запаянные элементы запаянные штучки то есть условно просто прижгли чем-то выглядит тогда так конечно не является это для небольшого уплотнения сделано чтобы сетка сама по себе она конечно может растягиваться здесь в этой зоне не растянулась кстати вот здесь у нас игровой номер сабрины двадцатки и на коби 5 ну в частности тоже есть такой же элемент симпатичный точно такой же только 24 номер дань и уважение протектор подошвы немножко выходит на боковую грань здесь совсем чуть-чуть захлёст похож тоже на коби 5 на носовую часть и с внешней стороны аутриггер до лезвие неплохое но выступ и скос совсем маленькие то есть вертикальная скала при этом есть из полиуретана небольшая накладка в зоне пальцев зоне пальцев а также зону пальцев и вот это избыточное вываливание которое может произойти укрепили еще фиолетовой накладкой это фиолетовая накладка с переливом металлик имеется и с внутренней стороны и она же отсылает нас вот все ближе к коби 5 если кто-то коби 5 не пробовал может надеть сабрины и тогда он просто попробует сабрины потому что от коби 5 они очень сильно отличаются вы можете у себя в голове держать что вы как бы прикоснулись к наследию коби но нет это совсем разные линейки просто потому что одна для девочки она не выдерживает очень большого количества нагрузок в плане пены и амортизации а коби тут все по-другому там и баллоны крупные и пена другая и они не проседают ну по всему случае не очень быстро это делают шнуровка у нас шнуровка достаточно неплохая ее можно назвать эталонной потому что здесь на низких кроссах у нас имеется 7 отверстий сквозных поэтому вы можете максимально адаптивно зашнуровать кроссовки они будут хорошо сидеть снова логотипчик журнала слэм и возвращаемся к подошве здесь у нас автограф сабрины здесь у нас на слушайте перламутровом снова буковка с с переливы здесь у нас какие-то молнии прекрасные и приятные поды которые возможно внутри ну были бы более уместны но элемент декора поды в зоне пятки сделали сделали вот пожалуйста они очень внутри должны быть ну плохое т.з. итак что у нас тут это похоже на какой-то чемпионский кубок на мой взгляд у нас нет здесь как такового внешнего пластикового стакана но внутри он имеется и здесь есть достаточное сопротивление если мы говорим про девочек снова говорим об этом символизм и с внутренней стороны у нас есть слушек который используется в целом для поддержки напомню или для невнимательных такой же слуш обратный был на кроссовках прошлого года и перламутровый слуш здесь уходит в подошву подошва этих кроссовок выполнена из пены кашлон 30 если на первой модели это был реакт ну реакт все говорят когда я говорю лунарлон не проседает все говорят лунарлон проседает реакт не проседает свое мнение на тему лунарлона я чуть позже выскажу это будет в нашем телеграм-канале и там есть подкаст предварительно расшнурованный собственно такой тег там выскажусь но здесь я выскажусь про реакт чуть позже подошва немножко смахивает конечно же на тракторный тип хорошая отличная даже я бы сказал елочка по бокам в зоне пятки начинается такой креатив здесь у нас имеется просто след от шины и на мой взгляд достаточно неплохая резина она жестковата но стоит сделать поправку у меня версия китайского рынка и пи потому что из америки быстро ничего не привести поэтому я взял пока и пи посмотрю как там что может быть просто перезакажу какой-то другой цвет потом но здесь более жесткая подошва по идее должна быть потому что они идут xd а потому что и пи версия для китайского рынка и она может отличаться она будет отличаться при любом раскладе от американской версии здесь мы видим пену кашлон она выходит фиолетовым подом и фиолетовой центральной частью ну собственно вот она вся и по системе амортизации у нас здесь находится баллончик зума он достаточно маленький и самое плохое что он тонкий то есть он не как условные какие-нибудь там зум turbo кайри рынка вот такие вот были а он прям вот такой вот тоненький где-то три-четыре миллиметра этого маловато будет для мужика или для быстро бегающих высоко прыгающих мужчин так скажем у девочек как я говорю все немножко по-другому еще здесь есть пластина не карбоновая пластик она находится в центральной части здесь маленьким таким перекрытием но она расположена прям под стелькой то есть ее утопили настолько что она на кручение сопротивляется где-то где-то в глубине и сопротивляется она ну в принципе нормально вы иногда видите сильное кручение каких-нибудь кроссовок здесь такого нет на сгиб они тоже неплохо сопротивляются передняя часть чуть хуже но в целом наверное даже вот пяточная зона благодаря вот этой пене кашлон задней части есть небольшое растяжение которое уходит в заднюю часть то есть передняя часть и центральная зона вроде не так открыто реагирует второй башмак предварительно расшнурованный это наш фирменный словесный оборот родился миллион лет назад итак язычок язычок кажется из кожи но это конечно дермантин не много набивного материала в целом неплохо приятное облегание такой типа флиз материал сапожок хороший сапожок на половину длины стопы и шнуровка посмотрите оказывается шнуровка укреплена нитями а-ля fly wire вот эти большие петли с проклейкой и нитями дополнительными имеются на двух петлях с внешней стороны и двух петлях с внутренней стороны соответственно они отходящие и на них большая часть и держится зоне пятки мы уже пошутили под и есть но они снаружи здесь набивного материала зоне пятки не очень много но он есть есть дополнительные бортики ну в целом все нормально по ощущениям неплохо не стоит забывать что это 130 долларовые кроссовки а сейчас это ну как бы чуть круче бюджетных на стельке снова логотип сабрины и к сожалению стелька не достается до конца но я ее вот немножко отклеил аккуратно чтобы не порвать мы видим пену кашлон прям под стелькой под зоной пятки пластиковый прямоугольничек в центральной зоне не виден он находится под этой серой подложкой а так в целом но очень хорошая ровная строчка и в общем придраться здесь не к чему я не знаю стоит ли нам заниматься тестами данной пары как вы видите у нас на канале появился еще один тестер человек немножко входит в режим тестирует пока кроссовки чтобы набить руку его мы пока к этой паре привлекать не будем стоит ли привлекать к этой паре кирилла честно говоря пока не знаю но может быть неплохим был бы сравнить ли как раз анализ предыдущих двух ну в смысле предыдущей модели и это сравнить с двух моделей возможно но что я хочу сказать во первых женский баскетбол поменялся туда пошли деньги туда пошла мода стиль красота драфт двадцать четвертого года девчонки как на подбор все очень много вкладывается денег как я сказал в них и будет складываться еще больше и если вот этот под вот эту подборку женских моделей вы посмотрели я думаю что за ближайшие за ближайшие пять лет у нас удвоится это количество игроков потому что сейчас еще а я уилл сон это крутой игрок она гоняет в лебронах как в свое время гоняла то у рази и ей собираются сделать именные кроссовки скорее всего что-то леброна подобное а все леброна подобное это коби подобное поэтому вы поняли смысл и женский баскет начинает быть интертейментом очень хорошим и последнее что я хочу добавить это касаемо сабрины 1 что я понял для себя я вижу что сейчас вот такой тренд рашин сникер комьюнити решила попробовать кроссовки сабрины 1 сейчас и есть нюансы которые про которые я хочу сказать я не о ком то хочу говорить сейчас о своих ощущениях у сабрины есть два минуса больших у первых во первых реакт проседает и очень сильно в зоне пятки вроде все нормально здесь большой слой а вот в передней части где слой поменьше и баллон зум на обеих парах а у них две и вы могли видеть в предыдущем видео я купил две желтых две пары желтые айдишные вот такие айдишные у меня баллон стал выступать настолько сильно что мне стало некомфортно в них даже просто содержимый зал ходить я в них не играл никогда в баскет в синих в желтых играл кирилл но это прям такой ну недостаток я бы сказал а второй недостаток который я заметил где-то через пару недель после того как я начал носить кирилл мое внимание застрел на этом он сказал почему-то у меня не фиксируется пятка и я начал замечать что пятка на первых сабринах не фиксируется вообще высокие носки низкие носки только сильно затянуть тогда все ок а так пятка гуляет сама по себе я не знаю возможно это какая-то женская анатомия там на это на все должны делать упор я знаю что женские футбольные бутсы должны быть уникальными они должны быть под женскую анатомию потому что женщина очень часто равно получает в мужской футбольной обуви возможно с женским баскетом тоже так но мы будем держать руку на пульсе с вами был серж очень много информации сегодня но я надеюсь для вас полезны оставайтесь с нами до новых встреч